На страницах краткого справочника история тех, кто отважно сражался за родину. Евгений Шендрик, герой Российской Федерации, лично собирает эти автобиографии. Издание 2003 года требуется обновить. Список тех, кто получил почетные звания за 15 лет, заметно пополнился с 24 до 40. В первую очередь, славу героев нашего времени необходимо донести до молодежи. В следующем году книга с новыми фамилиями отправится в библиотеки учебных заведений. Если мы им не расскажем, как мы выросли, как мы достигли того периода, когда мы совершили подвиг. А подвиг – это наш мужской поступок, это наша работа. На моем месте любой сотрудник спецподразделения поступил точно так же, потому что мы по-другому просто не смогли бы, потому что нас так воспитали. О патриотическом воспитании говорили сегодня в краевой администрации в неформальной обстановке за чашкой чая. В зале те, кто носит на груди звезду героя. Вениамин Кондратьев поздравил собравшихся с наступающим праздником. В это воскресенье в России отмечают День Героев Отечества. Кубанцы, которые носят такое звание, приглашены на торжественный прием к президенту страны. В крае таких немало. Именно они защищали рубежи нашей Родины, и именно им мы обязаны за мирное небо над головой. Виктор Казанцев, Сергей Борисюк, Виктор Маркелов. Этот список можно еще долго продолжать. На таких примерах и нужно воспитывать нашу молодежь, говорит губернатор. На встрече вспоминает подвиг выпускника Краснодарского летного училища Романа Филиппова. Майор геройский погиб в Сирии и не сдался врагу в плен. Что лежит в основе, наверное, ратного подвига? Высочайший профессионализм, честь, патриотизм. Все в совокупности. Вот это внутреннее понимание людей, которые на своей груди носят звезду Героя России, однозначно стопроцентное и полное. Никто, кроме нас. Такой силой духа не обладает ни одна, не то что армия, ни один народ у них. Ни один. И сегодня мы демонстрируем это. Героизм сегодняшних дней. Беспримерный героизм. Роман Филиппов, который ничего другого не видел изначально. И он не думал ни о чем. Он понимал, что или до конца, или никак. Это сила духа. Поэтому для нас важно, чтобы вы были не просто на картинках где-то или в фильмах, а примером для них. Надо классы называть именами героев. Улицы, школы называть сегодняшними именами героев. А то, что они сделали, это будет навсегда в народе, в народе, в стране, в крае. Такая работа в крае уже ведется. Имена героев присвоены более чем 460 школам. Новые фамилии внесены в мемориальную арку в сквере Жуково в Краснодаре. Память о защитниках Родины увековечена навсегда. Сегодня Герои России дают много времени воспитанию подрастающего поколения. В школах они проводят уроки мужества, где передают накопленные знания. У школьников и студентов есть возможность узнать героические истории от первого лица. Очень большая работа в крае проходит по вопросу патриотического воспитания. Я хочу отметить из разговоров, которые мы в кулуарах обсуждаем, вопросы патриотического воспитания во всех регионах, где есть герои. Я вам откровенно скажу, что больше, чем в Краснодарском крае, не занимаются этим вопросом. Для них даже удивительно бывает, что столько мероприятий проводится в крае. Поэтому я убежден в том, что мы на правильном пути, мы делаем свое дело. И те встречи с молодежью, которые проходят, они все-таки достигают конечного результата. Особое внимание сегодня в крае уделяется семьям погибших военных. На встречу с губернатором пригласили вдов Героев России. В регионе разработали закон о мерах дополнительной материальной поддержки героев и вдов. Сейчас документ рассматривают в Минфине России. Но главное для этих женщин – память. Фамилии их мужей уже носят улицы в Краснодаре. В следующем году появятся обелиски. Молодое поколение должно узнать историю героев, считает губернатор. Молодежи нужны те, на которых равняться. Поверьте, вот так устроена жизнь. Всегда были старшие поколения и младшие. И всегда младшие, чтобы мы не равнялись на старших. Главное создать условия, чтобы младшие видели старших. Вот то старшее поколение. Героическое – это очень важно. Вот те живые, которыми можно гордиться при жизни, общаться, спросить, задать вопрос, получить ответы – это очень важно. Сегодняшняя встреча – как живой урок истории для молодежи, курсантов военных училищ, школьников и студентов, которые присутствовали на встрече. Как сами после признались, такие примеры подвигов побуждают на героические поступки. Вот такие встречи с героями Российской Федерации, Советского Союза, дают нам, во-первых, память о том, как они совершили, какое мужество они проявили во время своих подвигов. Потому что не каждый бы смог просто такое совершить морально и физически. Такие встречи позволяют мне узнать, во-первых, героев России, увидеть их в лицо. И с них мы можем брать пример, для того, чтобы в будущем, может быть, когда-нибудь тоже совершать такие поступки, которые совершают они. Яна Бузычкина, Виктор Чаусов, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.